Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители! Сегодня я, как и обещала, расскажу об одной великой планировке XIX века, потерявшейся в тени Османовского Парижа. Это планировка Барселоны. Барселона была основана финикийцами. В Римской империи она была второстепенным городом провинции Тараконская Испания. Планировка ее соответствовала правилам, принятым для римского города. До сих пор в историческом центре сохранились Докуманус, это Карер де ла Либритерия, и Кардо, Карер дель Бисбе. На их пересечении сейчас находится площадь Святого Иакова со зданием городского правительства. По периметру город был окружен крепостной стеной, фрагменты которой тоже сохранились. В 801 году Барселона была отвоевана у арабов и стала форпостом христианства на Пиренейском полуострове и начала превращаться в крупный средневековый город. Графы Барселоны успешно расширяли свою территорию и в 985 году она стала столицей независимого государства Каталонии. В XII веке Каталония объединилась с Ирагоном и Барселона стала важнейшим торговым портом на Средиземном море. Вокруг древнеримских стен начали расти пригороды Виланова. Во второй половине XIII века они были объединены новой крепостной стеной, которая на западе прошла вдоль русла реки. Сейчас это Ла Рамбла. После объединения Испании в XV веке политический центр страны переместился в Кастилию, а после открытия Америки торговля Испании сместилась в Кадис. Еще успели построить новые крепостные стены в XV веке вокруг разросшейся территории города. Они оградили территорию к западу от Ла Рамблы, но наступил неумолимый упадок. Во время войны за испанское наследство в 1701-15 годах Барселона выступила на стороне проигравших. В результате была жестоко наказана, лишилась своей автономии, а на востоке города была построена Королевская цитадель, чтобы держать население под контролем. При освобождении места для ее строительства была снесена часть города, а для выселенных жителей построен район Барселонетта на полуострове, ограждающем гавань, за пределами городских стен. Планировка этого нового пригорода была сделана французским архитектором Проспером Девербумом в соответствии с правилами нового времени. Регулярная сеть прямых улиц, прямоугольные кварталы и площади. Глубина кварталов по сравнению со средневековым городом очень мала, так как планировалось, что пригород будет застраиваться двухэтажными домами, оба фасада которых будут выходить на улицы. Один на одну, другой на параллельную ей, чтобы создать хорошие условия жизни. И это правило действовало до середины XIX века. С конца XVIII века Барселона опять начала становиться важным городом. Здесь росли мануфактуры и торговля, начался быстрый рост населения и новое строительство в городе, стиснутом средневековыми крепостными стенами. Ля Рамбла стала бульваром, укрепления снесли, реку убрали под землю, сверху посадили деревья. В 1820-е годы сквозь центр города грубо прорубили новую прямую широкую улицу Карер де Ферран и Карер де Ла Пресеса. Она прошла параллельно древнеримской карте. В 1830-е годы в Барселоне начало развиваться промышленное производство. Появились фабрики, основанные на машинном труде. В целом Испания была отсталой страной с архаичными институтами. Но Барселона была передовой. Благодаря своему порту, развитой торговле, и к середине XIX века стала главным центром промышленной революции в Испании. Город по-прежнему был стиснут средневековой крепостью, а снаружи нельзя было застраивать глазис и широкую защитную полосу перед ним. Плотность населения внутри стен выросла неимоверно. Гигиена была ужасная. Условия жизни в Барселоне стали одними из худших в Европе. Делались предложения по сносу частей стены и новому строительству за ее пределами. Например, такой план строительства в сторону, расположенной на севере деревне-пригороде Грассия, вдоль променада Посейк-де-Грассия. В 1853 году городская комиссия подала петицию властям Испании с просьбой разрешить снос крепостных сооружений и передать земли вокруг в собственность города. Это встретило сильное противодействие со стороны военных, как и в других укрепленных европейских городах. Но жестокая эпидемия холеры показала, что медлить больше нельзя. И в 1854 году решение о сносе было принято. И вот в это время на сцене появился Эльдефон Сосерда. Он был сыном помещика из Каталонии, изучал математику, архитектуру и строительство дорог и каналов в Мадриде, исполнял работы, связанные со строительством шоссейных и железных дорог. Получив наследство, он оставил службу, занялся изучением развития городов и стал членом парламента. 19 век в Испании – это постоянные качели между прогрессивными и реакционными режимами. В 1850-е годы у власти были прогрессисты, адепты модернизации Испании. Серда был их сторонником и сочувствовал демократам, приверженцам социальных перемен. По их заказу он сделал несколько исследований об улучшении жизни рабочих. Его заданием в Барселоне было исследование окрестностей города. Он сделал его в 1855 году за свой счет. Работу признали высокопрофессиональной. По собственной инициативе Серда дополнил исследование предложением по планировке территории за пределами стен. Параллельно он изучал условия жизни рабочих в Барселоне и участвовал в разных мероприятиях по их улучшению. В результате Серда написал монографию «Статистика рабочего класса в Барселоне». По методике и полноте это было беспрецедентное исследование для своего времени. Оно было опубликовано отдельно, а потом вошло в книгу «Теория урбанизации». Итак, в 1858 году наконец было решено, что военные должны оставить укрепление через год после того, как такое же решение было принято в Вене. Было очевидно, что надо привлечь к работе над планировкой Серда, но консервативные власти Барселоны не хотели иметь с ним дела и предпочли городского архитектора Микеля, Горига и Рока. Но Серда не собирался сдаваться. Он считал своей жизненной миссией сделать планировку Барселоны. Он добился от центральных властей в Мадриде разрешения сделать проект без оплаты. И его проект был одобрен. Однако власти Барселоны тоже не собирались сдаваться и терпеть вмешательство в их внутренние дела. Они объявили конкурс, на который поступило 14 проектов. Серда участия не принимал. Первую премию получил архитектор из Барселоны Антони, Равира и Триас. Вторую – инженер Францеск, Солер и Глория. После многочисленных дискуссий, в которых Серда энергично участвовал, центральные власти в Мадриде еще раз одобрили его проект. Это произошло в 1860 году. Эта комедия показала несколько конфликтов, разгоревшихся из-за проекта расширения Барселоны. Конфликт между региональными и центральными властями за власть. Политический конфликт между сторонниками прогресса и консерваторами. Третий – конфликт между теми, кто хотел монументальный город традиционного типа и теми, кто хотел город новый. Иррациональный. И четвертый – это профессиональный конфликт между архитекторами и инженерами. Были и экономические причины для конфликтов. Проект Серда был в несколько раз больше и дороже, чем могли позволить себе городские власти. А также страдали интересы некоторых землевладельцев. То, что Серда смог протолкнуть свой проект через центральные власти, целиком его заслуга. Он имел отличную профессиональную репутацию, прекрасно знал предмет, подготовился и сделал глубоко продуманный проект. Он работал за свой счет, не щадя себя, с помощью только семи ассистентов. И он добился своего. Был упорен и дрочлив. Серда был в выдающейся личности. Итак, рассмотрим сначала другие планировочные предложения, чтобы понять новаторство планировки Серда. Первоначальный план Гори-Гайрока ничего выдающегося не представляет. Территория между Барселоной и деревней Грасия спланирована в виде почти одинаковых квадратных кварталов, которые объединены в несколько групп по 9 кварталов каждая. Центральный квартал в группе предназначен для площади с общественным зданием. Между группами проходят главные широкие улицы. Центральная ось заканчивается огромными прямоугольными площадями прямо рядом со старым городом и с деревней. Эта ось – новая крупномасштабная карда. Есть и новый Декуманус. Он заканчивается полукруглыми площадями, от которых радиусами расходятся прямые улицы, как в Османовском Париже. Как там будет развиваться город дальше – неизвестно. Парков совсем нет. Предложение Равира и Треса – более утонченное и сложное. Оно говорит о желании соединить традиции и требования современного города. Старый город окружен широкой полукольцевой магистралью, от которой радиусами расходятся во все стороны широкие улицы, делящие новую застройку на трапециевидные сегменты, которые, в свою очередь, делятся на прямоугольные кварталы с площадями, с общественными зданиями и парками. На стыке старого и нового города прекрасная монументальная площадь – форма Забеллы. От нее к деревне Грация ведет прямая широко озелененная эспланада. Она проходит по трассе дороги, которая уже была проложена в начале XIX века. Относительно нее застройка сектора симметрична. В каждом из секторов тоже есть своя центральная ось. Крупные общественные здания с площадями, обращенными на центральные осевые улицы, напоминают конкурсное предложение на Венскую рингштрассе, сделанную годом ранее. Снаружи новая застройка окружена полукруглым каналом, который замыкает город. За ним схематично намечено продолжение застройки. Там появляются круглые площади с расходящимися во все стороны радиальными улицами. Улицы в основном узкие, но это искупается тем, что много площадей и скверов. Почти все дома обращены или на них, или на бульвары. План соответствует требованиям запланировать систему улиц для связи с окрестными деревнями, которые уже были достаточно урбанизированы. Этот план красив, реалистичен и заслуженно был признан лучше. В старом городе проложены новые широкие прямые улицы, застройка в кварталах разрежена, сохранен только бывший римский город. Второе место заняла планировка, не такая художественная, а инженерная, непоследовательная. Две прямоугольные перпендикулярные сетки улиц соединены под углом. Главные магистрали для связи с деревнями начинаются от полукруглой площади рядом со старым городом. Все кварталы одинаковые, есть площади с общественными зданиями и несколько больших парков. Главный недостаток – огромный новый порт к западу от старого города. Он загрязнял бы воду и воздух. Старый город тоже разрезан новыми прямыми улицами и значительно перепланирован. Барселонетта вообще снесена. Третье место занял проект Хосе Фонцерре, в котором тоже есть порт на западе и перепланирован старый город. А Барселонетта сохранилась. Вся новая застройка в этом проекте – это такой свободный узор из прямых и диагональных улиц, круглых площадей с радиально расходящимися улицами, огромные кварталы с периметральной застройкой по красным линиям. Теперь рассмотрим, наконец, предложение Серда. Если проект Равира и Триаса – это архитектурный художественный проект, то планировка Серда – это, безусловно, инженерная. На всю свободную территорию, между старым городом, горами и деревнями, наложена прямоугольная перпендикулярная сеть улиц одинаковой ширины – 20 метров и с одинаковыми кварталами размером 113 на 113 метров со срезанными углами. Это в чистом виде планировка, которую принято называть шахматная доска. Всю территорию разрезают несколько улиц шириной по 50 метров, идущих или прямо, или по диагонали. На перекрестке двух основных диагоналей запланирована гигантская новая площадь. Спланированы не только красные линии кварталов, но и застройка. Большинство кварталов должны были быть застроены только с двух сторон, а внутри засажены деревьями. Спланировано еще несколько парков и два гигантских лесопарка за границами города. На западе, на горе Монжуик, и на востоке. Это похоже на Булонские и Винсентские леса в Париже. План потрясает гигантскими размерами с планированной территорией и открытой планировкой кварталов. Это радикальное новшество. Не были новаторскими ни диагонали, ни одинаковые кварталы. В целом план производит впечатление монотонности, неудачно гигантская центральная площадь. Выдающимся этот проект делает его научное обоснование и научный метод работы автора. Именно это было историческим прорывом. Никогда до этого в основе проектирования не лежало такое количество научных данных и не было такого количества обоснований. Каждая деталь обоснована. Ничто не является случайным или ненужным. Серда считал работу над планировкой и решением технической задачи с целью нахождения оптимального функционального решения, основанного на научном анализе собранных данных. Решения, по мнению автора, должны были быть универсальны. Барселона была таким опытным образцом, чтобы выработать универсальные принципы рациональной планировки городов. Одновременно с работой над планировкой Серда работал над созданием общей теории городского развития. Эти две работы дополняли и меняли друг друга. План разъяснял теорию, а теория подтверждала план. Вот некоторые основные положения его теории. Город, по мнению Серда, это контейнер, а люди и их деятельность это содержимое контейнера. Необходимые элементы улицы и кварталы. Улицы должны быть частью бесконечной системы коммуникаций. Они должны иметь одинаковую ширину и пересекаться под прямыми углами, а за город продолжаться дорогами. Кварталы обязательно должны быть одинаковых размеров. Все они должны быть одного качества и добавляться один к другому по мере необходимости. Бесконечно. Ширина улиц 20 метров. 10 метров проезжая часть, чтобы поместились 4 экипажа. Два тротуара по 5 метров. Проезжая часть и тротуары должны быть одной ширины. Высота домов не выше ширины улицы, а в идеале 1-2 этажа. Важна ориентация улиц по сторонам света и в зависимости от преобладающих ветров. Все углы кварталов у серда срезаны, чтобы улучшить движение и чтобы создать квадратные площади на перекрестках, на которых были бы магазины и кафе, и люди могли бы общаться. Еще важнейшее требование – это озеленение. Вдоль улиц должны высаживаться деревья на расстоянии 8 метров друг от друга. Вокруг каждого квартала должно быть 65 деревьев. А в это время считалось, что достаточно высаживать деревья только вдоль главных улиц. Серда считал, что даже такие элементы дизайна, как часы и колодцы, должны быть рекламентированы. Наиболее радикальное требование – застраивать кварталы только по двум сторонам низкими домами, глубиной не более 24 метров. Можно по-разному комбинировать застройку, делать угловую и в исключительных случаях по трем сторонам. Кварталы группируются вокруг центрального, в котором расположено общественное здание. Если надо, можно несколько кварталов занять большим зданием, предприятием или парком. При взгляде на сегодняшнюю планировку Барселоны мы видим, что западная часть плана Серда была осуществлена полностью, а восточная – нет. Воплощена 50-метровая главная ось восток-запад Гран-Вея-де-Лес-Кортс-Каталанес, а также диагональ северо-запад-юго-восток Авенгуда-де-Ла-Диагональ. Частично диагональ юго-запад-северо-восток Авенгуда-де-Ла-Меридиана. Пассейк-де-Граси уже существовал, и он почти соответствовал плану. Но только сеть улиц и разбивка на кварталы соответствуют идеям Серда. Кварталы были застроены по периметрам максимально высоко и плотно, как и в других городах. Только несколько проходов сквозь кварталы сохранились, например, посадхи Перманьер. Парки тоже не были воплощены, как и планировавшийся новый центр города на пересечении диагоналей. Наоборот, как и предполагали проекты других авторов, центр сформировался на стыке старого и нового города в районе площади Каталонии и Пассейк-де-Граси. Он сформировался естественным образом, исходя из логики развития города, вопреки мнению Серда, что город должен быть новым, с новым центром, а старая Барселона только частью этого нового города. Он недооценил важность исторического города. Процесс строительства был очень сложным и долгим. Землей владели разные собственники, стройку вели разные компании, городские власти были озабочены прежде всего правильной разбивкой улиц, участками в кварталах владели разные собственники, публичный контроль касался только установленных законом высот и границ. Не было незаконных оснований, ни политической воли строить в соответствии с идеями Серда. Как только генеральный план был одобрен, сразу разрешили застройку с трех сторон. Серда примирился и даже сделал такой, например, план для двух кварталов, когда они обращены друг к другу дворами. На карте 1890 года мы видим распространение застройки от пассейг-де-Грасия и северной границы старого города, что вполне объяснимо. И здесь кварталы уже застроены по всему периметру. Этот участок, известный как Куадрат-де-Ор, золотой район, скоро станет самым дорогим и престижным районом Барселоны. Идет и развитие деревень за пределами плана. После революции 1868 года город сможет получить в собственность земли, оставшиеся от крепости, которые Серда планировал как жилые кварталы. Но власти построят здесь большой парк, в котором пройдет Всемирная выставка 1888 года. Ну, парк Серда наверняка приветствовал бы. К концу 19 века были урбанизированы и окружающие деревни, их надо было интегрировать в общую планировку, был проведен конкурс. Значительная часть территории из планированных Серда еще не была застроена, но планировка шла по его плану. Он действовал вплоть до 1953 года, то есть почти 100 лет. Уникальный случай, единственный в своем роде. Более того, при планировании Олимпийской деревни к Играм 92 года проектирование шло в соответствии с концепцией Серда. И на центральной площади, где перекрещиваются диагонали Пласса де лес Глориес Каталанес, в конце концов строятся крупные общественные здания, как и хотел Серда. Что касается исторического города, здесь Серда планировал три новых широких пробивки, продолжавших улицы нового города. В соответствии с его идеями был сделан план, утвержден в 1889 году, но работы начались только в 1908 из-за проблем с владельцами земли изданий. Только одна улица была реализована полностью, Веа Лаэтана и фрагмент перекрестка. Важной причиной невыполнения этой части плана стало растущее понимание ценности исторического наследия. Критики часто указывают на несоответствие идеи Серда и их реализаций. Но важнее другое. Ни в одном другом городе, планировавшемся в это время, ни одна планировка не была реализована на такой большой территории в настолько полном соответствии с планом. Такой решетки нет больше ни в одном городе Европы. Сравнить ее можно только с американскими городами, и Буэнос-Лаэрес был одним из прототипов. Предложение Серда один из самых выдающихся проектов городостроительного развития XIX века. Серда написал несколько книг. В 1867 году он опубликовал книгу «Общая теория урбанизации и применение ее принципов и доктрин к реформированию и расширению Барселоны». В ней он ввел термин «урбанизация», который с тех пор стал применяться в современном нам смысле. Серда одним из первых стал подходить к городостроительству как к науке. Он предварил свой проект глубоким научным исследованием. Он был предвестником функционализма в том смысле, что его проект базировался на научных расчетах и в том, что его планировочные принципы предполагали создание одинаково благоприятных условий жизни для всех. Но идею функционального зонирования он не высказал. Серда был сыном XIX века. Он оптимистично верил в прогресс и возможность научного решения социальных проблем. Плюс у него были неистощимая энергия, работоспособность и вера в свою правоту. За пределами Испании он был малоизвестен до конца XX века, и его идеи не повлияли на европейское градостроительство. Но он заслужил вот такой памятник на могиле. Лучшее, о чем может мечтать архитектор. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, присылайте свои вопросы, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok